Всем НЛИ Чопа, пацаны, и также всем 100 кликов, пацаны, потому что сегодня у нас челлендж, который предложен зрителям в комментариях. Нигде, вообще нигде, вообще я сказал нигде, нигде до этого он не встречался, и я вот буду его делать. 100 кликов, бит, бенгер, НЛИ Чопа, погнали. Теперь быстренько о правилах. Вот здесь вот у вас наверху циферки. Первая цифра нажатие на клавиатуру, вторая цифра левая кнопка мышки, следующая цифра правая кнопка мышки. Мне нужно, чтобы первые три цифры в сумме не превышали 100. Последняя циферка это вращение колеса мышки, его я учитывать не буду, потому что мышкой я буду крутить, вращать колесо мышки сколько угодно. Я люблю вращать колесико мышки, я думаю, что примерно как с нажатием на сустейн, но не важно, давайте продолжим. Начнем мы с того, что я сброшу сейчас эти счетчики. И сейчас будет первый клик, который я не буду учитывать, это клик, который сделает это окно активным. И по совместительству вызовет мне это меню. Такой я читер. Так, FL Keys, колесо мышки, мы накрутим себе 155 ударов в минуту. У нас включен метроном и использование клавиатуры как миди-клавиатуры. Начнем с мелодии. И вообще неплохо было бы надеть наушники. Мелодия будет бенгеровая. У нас D-sharp, она же Redi, Scale, Nash и... Я весь комок нервов. Ни одного лишнего нажатия. Ой, одно было лишнее. Уже, блин, 14 кликов. Но нужно мелодию сделать интереснее. Давайте. Вот так. Колесо мышки, можно сколько угодно. Вот так. Да. Нет, нельзя закрывать. Нужно сразу переходить. Открывать сэмпл пак. Раз, два. У-у-у. Бас. Почему окно не открылось? Оно должно открыться. Нам же нужно настройки сэмпла крутить. Ладно, давайте по-другому попробуем. Вот я хочу вот... Вот. Я не знаю, как он звучит. Но мы видим эти настройки. Я могу теперь сделать вот так вот. Колесо мышки открутить продолжительность. Но нажимать я, естественно, не буду. Нам нужно, соответственно, таким вот образом добавлять звуки. Но я не знаю, как они звучат. Огонь. Теперь нам нужно выбрать какой-нибудь хэт. Ну, давайте вот этот. Е-бой. Он звучит нормально, с ним ничего не надо делать. У Кика нам нужно будет настроить... Блин, вот это сложно, потому что два клика получается. Ну, хотя, стоп. Получается, что я его правой кнопкой мышки кликаю, левой кнопкой мышки кликаю. А если я просто левой кнопкой мышки перетащу и на него кликну, то такое же количество кликов, и я услышу звук. Я дошел до этого сам. Не надо мне писать в комментах, что я неправильно думаю. Кстати, о комментах. Если, короче, вам кажется, что это слишком легкий челлендж, потому что я примерно знаю, что это за звуки, то если это видео наберет 2000 лайков, я сделаю то же самое. То есть бит за 100 кликов из того, что вы мне пришлете, используя только то, что вы мне пришлете, чтобы это сделать, чтобы прислать мне что-нибудь. В комментах вам нужно написать название стандартного плагина, из которого я буду брать мелодию, и свой ID VK. Что такое ID? То есть это vk.com slash, и вот после слэша, то, что идет в вашей странице, вам это нужно прислать, и с этой страницы мне в личку прислать какой-нибудь набор звуков. Ссылка и архивом не принципиально. Главное, чтобы это был набор звуков. И даже, честно говоря, вы можете не писать название стандартного плагина. Вы можете прислать просто набор звуков, чтобы я из него сделал бит. И рандомайзером комментов я выберу рандомный коммент, из которого я выберу вот эти самые звуки, и только из них напишу бит. Подробнее о правилах будет в описании, если вы не поняли, что я сейчас натороторил. Но ставим лайки, и я буду страдать. Вы же хотите, чтобы я страдал? Окей. Клэп, хэт, кик и бас есть. Осталась какая-нибудь ерунда, типа царатенького перка. Я признаюсь честно, я знал, что это за звук, и поэтому я его специально добавил. А, нам все равно нужно в настройки хэтов зайти. Блин. И нам нужен... Да нам больше ничего не нужно. Можно добавить еще... Нет. Я не хотел этот звук. Окей. Идем в хэты. Здесь вот можно покрутить колесо мышки, и здесь можно добавить шифта колесом мышки. Класс. И давайте сразу хэты и настроим. Для этого кликаем сюда. Кликаем сюда. И вовремя отпустить. Слишком рано отпустил. Теперь мы идем в кик, который я забыл покрутить. Как его вывести? Как вот это все раздвинулось? Вот я точно знаю, что вот это кик, но мне нужно, чтобы он был поверх всех окон. Мы использовали уже 44 клика. И сейчас используем остальные. А мы еще даже клэпа не прописали. Ну, клэп нормальный, хорошо. С клэпом повезло. Так, и бас. Как вот отсюда как-нибудь можно прийти сразу в настройки сэмпла? Потому что я хочу его укоротить. Ладно, минус 2 клика. Потому что нам нужно сократить его продолжительность. И добавить буста. Только продолжительность мы сократим еще сильнее. Вот так у нас будет супер-мега-короткий бас. И отправим его на второй канал микшера. Колесо мышки мне позволяет. Вообще колесо мышки развязывает мне руки полностью. Ну, не полностью, но я не знаю. Без колеса мышки это было бы невозможно это написать, по-моему. Так, и мы хэт отправим на шестой канал. Перк отправим на шестой канал. И open хэт отправим на шестой канал. На седьмой канал давайте отправим пианино. И получается первый звук. Чтобы не тратить клик, я сразу начал прописывать. Потом будет. Да пофигу, пусть будет вот здесь. Вот так. Вот так. И вот так. Ебой. Ничего еще не воспроизводил. Я пока сам плохо представляю, как это будет звучать. Но нам нужно открыть микшер. Давайте мы сделаем вот так. Закроем. Миксер не поверх всех локон. На бас мы повесим убавление громкости. На кик мы повесим прибавление. А, нет, это... О, кик, кик. Давай, кик. Ты же сможешь стать активным окно, да? Вольюм добавим. Ну, это мы и так могли добавить. Да, ебой получилось. Мы сделали его активным, просто покрутив вот здесь вот колесом мышки. Теперь нам нужно пойти добавить ему буста немножко. И все, я только это хотел. На мастере софт клипер, но это темплей. То есть я его не добавлял в этом проекте. У меня темплей так называется. Я вам после того, как все закончим, я вам покажу. Теперь. Можно как-нибудь. Ебой. Я могу выбирать канал микшера, просто наведя вот сюда и покрутив колесом мышки. То есть мы берем вот этот канал перков. На него вешаем стерео-энхансер. Потому что мы его выбираем. И вот тут я могу колесом мышки менять параметр. Пусть будет вот так. Потом мы идем. Сколько у нас кликов осталось? О, у нас есть еще некоторое количество кликов. То есть мы использовали 75. Осталось еще 25 кликов. Гуляем, пацаны, гуляем. Клики просто разлетаемся. Разлетаются клики. Мы их просто транжирим. Клик, 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 клик. Мелодия на седьмом канале. Ну, теперь на восьмом. Но это не принципиально. На нигел мы повесим. Халфтайм. Колесо мышки наше. Все. Просто убавляем вот так вот до процентов 35. Еще клик. Еще клик. Параметрик. И здесь делаем то же самое. Вот убавляем низ. Вот так вот. И получается мы имеем уже биток. Осталось у нас сколько кликов? Еще 23 клика. Давайте потратим один клик, чтобы узнать, как это звучит. Но у нас будет играть метроном. Я не хочу тратить клик на то, чтобы его убрать. Блин, придется потратить еще один клик на остановку воспроизведения. Split by channel. А есть какая-то быстрая кнопка добавления, чтобы... Потому что если... Shift, клик, клик, три клика, четыре клика. Но выхода нет. Вот так. Теперь Ctrl B. Вот этот удаляем. Выбираем blade. Осталось 10 кликов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Есть! У! Да! Я вовремя отпустил. Девять, десять. Блин, нет. На два клика вышел за пределы. Получается, мы возвращаемся к сотому клику. Убираем просто вот это. Переключаемся на song и слушаем, что у нас получилось. Итак, самое главное, что нужно было сделать, нужно было передать этот челлендж. И я его передаю. Передаю его iYBit, передаю его Soros'у, отечественные биты, и абсолю. Сделайте биты за 100 кликов. Я вас верю, вы нормальные пацаны, вы сможете. А если вам понравилось это видео, показалось хотя бы немного забавным и интересным, то не пожалейте и поставьте лайк. И напоминаю, когда будет 2000 лайков, то мы сделаем такой же бит за 100 кликов из того, что вы прислали. Мне кажется, что видео получилось как минимум забавным. Надеюсь, вы также считаете. В конце концов, также в комментах вы можете написать что-нибудь интересное, предложить какой-нибудь другой челлендж. И написать о том, что эта идея не оригинальная, если вы не поняли юмора вначале. Все, наверное, на этом с вами был Стас Гардпроц. Ссылка на меня в описании. Напишите мне, если вы хотите заказать у меня бит, заказать у меня обучающий видеокурс по битмейкингу. Если вы хотите подписаться на мой паблик с битами, там тоже есть ссылка в описании. Или на мой саундклауд, если вам так удобнее. И подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Если вы уже нажали колокольчик, то отожмите его и нажмите вновь. А если еще не нажали, то просто нажмите. И посмотрите обязательно другие видео на моем канале. Они, как правило, более познавательные, чем это. Но, надеюсь, что хотя бы примерно такие же интересные. И все, с вами был Стас Гардпроц. Пока, увидимся в следующих видео.